Я услышала выстрелы, у меня чуть окна дома в квартире не повылетали, я на объездной живу. А потом у меня знакомый здесь живет, в 10 этажке, позвонил, сказал, Валя, горят вершки, а возле вершков мой контейнер. Из-за этого я узнала. Я позвонила соседу своему, второй контейнер рядышком со мной, Сашеньке, попросила, чтобы он приехал, потому что он здесь рядом живет. Ну, а он мне только что позвонил, буквально полчаса назад, сказал, что, тетя Валя, моего контейнера нет, ваш, вроде, еще каркас стоит. Все, все, что я знаю. А хочу подойти, потому что у меня сын без вести пропал, я там оставила документы все, надо было сегодня военкомат. Теперь переживаю, хотя бы документы остались о цели. У меня было полностью детское взлетение, с самого маленького по подросткам. Что-то вцелило? Ну, обувь не сгорела. Обувься есть, но магазин не распятен. У наслідок обстрілу было пошкоджено инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, а также автомобили. Вночі чули вибухи, прильоти були, вдома аж потолок упав. Після прильоту вже тривогу дали. Ми тоді в другу кімнату пішли. У нас, слава Богу, він цілий, але потолок упав. І немного мене повередило лице і ногу. Немножко мене шатало. По разным сторонам. Сусідку от этого МЧС вызывали, ее выпустили, у нее двери заклинило. Вибуху заклинило? У меня вилетело, а у нее в доме заклинило, не выйти не могли. По нашей стороне, видите, больше сюда прилетело. У нас там только векна, крыши повредилось, а так вроде все люди живут. А это же, конечно, жах. Это жах, что сказать. Ну, и производиться частичный ремонт кровли, если она пострадавшая. Сейчас будет обход, мы будем занимать размеры, тогда будет виден объем работы. Ну, так, по внешнему виду процентов 30 дома нету. Это то, что видно пока весь отсюда визуально. Все будет закрыто, утеплено в зиме. Реклама 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 Субтитры сделал DimaTorzok